друзья всем привет с вами orax тема сегодняшнего видео стейбл видео 3d это такое специальное расширение которое позволяет делать 3d анимацию из одного изображения стейбл видео 3d работает на конфи и сегодня вам покажу как ее можно установить и как ее можно запустить и использовать а для тех кому нужно больше информации в частности интересен автоматик 4 единицы для вас у меня есть профессиональный последовательный курс по автоматик 4 единицы который вы можете приобрести на сайте стейбл гиф точка ру всю подробную информацию можете посмотреть на сайте там есть два тарифа первые без поддержки второй с моей поддержкой с проверкой домашних заданий со специальной закрытой telegram группы в которой вы можете задавать вопросы общаться а также с еженедельными стримами в которых вы задаете вопрос с которыми столкнулись течение недели также разбираем новинки которые только появились но теперь продолжаем давайте я сразу же покажу как выглядит итоговая схема и потом покажу как это все установить здесь есть входное изображение она всего лишь одно и поэтому одному изображение создается вот такая вот 3d модель и соответственно анимация для этого используется специальная модель из в 3d с помощью которой вот это все генерируются схема принципе примитивные вот этот вот синенький нот это интерполятор здесь мы можем выставить интерполяцию кадров а здесь мы видим все изображения которые у нас получились в итоге после интерполятора мы давайте по традиции начнем с установки conf.ui открываем вот этот сайт conf.ui ссылка будет в описании все ссылки о которых я сегодня буду говорить и в том числе и вот эта вот схема они будут на бусте приложены к этому видео это публикация на бусте будет доступна для всех она будет бесплатная поэтому переходите пользуйтесь ссылками пользуйтесь этой схемой на сайте conf.ui переходим ниже находим здесь раздел инсталлинг для windows и нажимаем по вот этой вот ссылке direct link to download после того как у нас этот архив скачается мы его распаковываем желательно это делать с помощью 7 zip архиватора выбираем в меню 7 zip нажимаем распаковать здесь нажимаем ok и дожидаемся пока все распакуются после того как архив отраспаковался его желательно переименовать вот так удаляем все лишнее оставляем conf.ui например заходим в этот архив здесь есть у нас еще одна папка выделяем все что здесь есть правой клавишей мыши нажимаем нажимаем вырезать вырезаем это все переходим назад и вот сюда вот это все вставляем чтобы нас не было здесь ложные папки а вот эту папку уже пустую теперь на это раз удаляем теперь переходим в папку update и нажимаем здесь файл update conf.ui.bat после того как появилась фраза для продолжения нажмите любую клавишу нажимаем enter и это окно само закрывается теперь наш conf.ui обновился теперь переходим по следующей ссылке здесь нам нужно скачать модель для стебл видео 3d модель это называется вот так вот svi 3d тире you именно вот you p модель не нужно здесь нажимаем по стрелочке скачать и дожидаемся пока эта модель загрузится весит она 9,36 гигабайта достаточно большая модель после того как модель скачается переходим в корневую папку здесь переходим в conf.ui папку здесь переходим в папку models переходим в папку checkpoints и вот сюда вот помещаем нашу скачанную модель svi 3d нижнее подчеркивание you .save tensors теперь переходим на страницу расширения conf.ui frame interpolation нажимаем вот это вот зеленые кнопки нажимаем download zip после того как этот архив скачается переходим в корневую папку переходим в папку conf.ui переходим в папку custom notes перекидываем сюда этот архив правой клавишей нажимаем выбираем 7 zip выбираем распаковать и нажимаем ok после того как эта папка распаковалась можно вот это окончание отсюда удалить и оставить вот такое название сам же архив нам больше тоже не нужен просто нажимаем удалить и удаляем его отсюда снова возвращаемся в корневую директорию и здесь теперь нажимаем раны виде gpu бат чтобы запустить conf.ui conf.ui запустился но схема здесь будет по умолчанию поэтому перекидываем сюда а схему которого скачаете опять же с бустим и у вас появится вот такая тоже съемка самое главное здесь надо прощелкать опять же все модели в ноде image only checkpoint loader нажимаем здесь по модели и выбираем еще раз модель потому что у вас пути будут свои у меня свои load image нужно закинуть какое-то изображение давайте закинем вот такое изображение все настройки которые здесь есть можно поставить по умолчанию вот это вот нода отвечает за интерполяцию нас будет достраиваться промежуточные кадры то есть из одного кадра у нас будет делаться два кадра соответственно у нас изначальная генерация идет в 6 кадров в секунду и мы будем ее интерполировать до 12 кадров в секунду чтобы изображение было более плавным нажимаем q prompt и смотрим что у нас получится и в итоге нас получается вот такая красивая анимация разрешение этой анимации 576 на 576 21 кадр но у нас происходит интерполяции на 2 кадра соответственно у нас получается 42 кадра и вот здесь справа у нас есть еще дополнительное изображение интерполированные изображения здесь не учитывается потому что отсюда потому что выход этого нода идет в сэйфе animated а вот это вот изображение сохраняется из декодера а декодер соответственно берет изображение сэмплера то есть сэмплеры у нас 21 изображение поэтому здесь у нас 21 изображение в зависимости от сида анимация будет отличаться конечно же если вам нужна какая-то немножко другая анимация то выбираете место fix it randomize и генерируете с рандомным сидом разные анимации они будут чуть-чуть отличаться чтобы качество вот этих вот анимации было хорошим нужно выбирать эти входные изображения либо на сплошном фоне на однотонном либо выбирать их на сильно размытом фоне чтобы основной объект сильно выделялся на фоне если этого не будет то соответственно и анимация будет некачественной вот например еще анимация с чайником вот такое входное изображение и вот такая вот анимация у нас в результате получается если входные изображения использовать правильные то есть на сплошном фоне или на сильно размытом фоне, то качество анимации получается, в общем-то, приемлемым. Давайте теперь посмотрим, куда сохраняются вот эти вот все видео и изображения. Переходим в корневую папку ConfUI, переходим в папку ConfUI, здесь находим папку Output, и здесь у нас находятся как раз-таки наши сгенерированные изображения и наша анимация. Давайте посмотрим на анимацию с бабочкой. Здесь у нас есть изображение PNG, их 21 штука, и есть последнее изображение, это WebP. Вот WebP расширение, это анимация. Давайте посмотрим, как преобразовать вот это вот расширение WebP в привычный нам GIF или MP4. Переходим на вот такой вот ресурс, ссылка на него опять же будет в описании на Boosty, нажимаем здесь Video to GIF. Вот сюда вот закидываем нашу анимацию WebP, который файл расширения имеет, вот так просто перетаскиваем и дожидаемся, пока просчитается все. После того, как наша анимация просчиталась, мы можем опуститься пониже вот сюда вот и выбрать Make a GIF, нажимаем и в итоге мы получаем вот такую анимацию, опускаемся ниже, нажимаем Save. После того, как у нас скачается вот этот файл с расширением GIF, запускаем его и видим вот такую анимацию. И соответственно, вот это вот видео вы уже можете использовать в социальных сетях или для каких-то вставок в видео, например. Друзья, еще раз напоминаю, что у меня есть последовательный системный курс по автоматике 4 единицы, который вы можете приобрести на сайте StableGIF.ru. На сайте StableGIF.ru есть полная информация об этом курсе и есть контакты администратора. Если вам что-то непонятно, пишите администратору, он обязательно ответит на все ваши вопросы. Еще обязательно переходите в нашу большую группу Telegram, где вы можете задавать технические вопросы или какие-то другие вопросы. Там есть разные темы, разные направления, фокус, конфи UI, фордж и так далее. Там много всего. Также вы можете там делиться своими артами и посмотреть на другие арты, которые генерируют другие пользователи. Еще у нас есть канал в Telegram, где мы выкладываем интересные новости. И есть у нас еще канал в ВКонтакте, где мы ежедневно выкладываем интересные промпты. Ну а также, если вам нужно еще больше видео, то обязательно переходите на наш Boosty. Там большая подборка различных интересных видео по нейросетям. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.